Вы знаете, что самое главное, когда взбираешься на гору? Самое главное — это представлять, какой вид тебя ждет наверху и правильно переставлять свои ноги на правильные камни. В жизни то же самое. Чтобы добиться большего, нужно выбирать правильные камни. И таким камнем для меня стал проект «Девочки в науке». Я Сезим Джолдушпекова, мне 18. И это история о том, как я выбрала себе будущую профессию. В школе я училась хорошо. Я была близко к точным наукам. Насчет выбора профессии я задумывалась. Я думала очень долгое время. Как все девочки, я хотела тоже стать врачом. В 11 классе меня пригласили в STEM. STEM — это с английского языка. Переводится как «наука, технология, инженерия и математика». Там были более такие легкие способы решения. Преподаватели были очень сильные. Они очень интересно проводили занятия. Каждый месяц мы еще сдавали пробные тесты на самом Орте. Я не так уж сильно боялась, как на пробном. На всех языках мира химия такая же, физика такая же, формулы-то одинаковые же. Поэтому технически это для девочек очень важно. Вы будете очень уважаемыми и будете очень востребованными инженерами. Во время обучения для нас организовали зимнюю школу STEM. Мы ходили на мастер-классы. Мы окунулись в мир инженерного образования в области машиностроения, пищевой инженерии. Из-за того, что говорят, что это мужское, девочки боятся пробовать, думают, что они не справятся. Но на самом деле это не так. Проект «Девочки в науке» дал толчок STEM-направлению. До вот этих вот конференций я не знала женщин-программистов. Они рассказывали, как они всего добивались сами с нуля, какой они путь трудный прошли. И это все мне дало очень большую мотивацию. Благодаря проекту «Девочки в науке» я поборола свой страх. Я теперь стала более увереннее и могу выступать без страха и волнения перед публикой. Первый раз, когда я выступала перед широкой публикой, я очень сильно боялась. Я прям дрожала. Второе выступление меня снимали в прямом эфире. Тоже боялась, но намного лучше, чем в первый раз было. Я набралась опыта. Третье было выступление перед экс-президентом Розой Отумбаевой. Для меня это было большим достижением. Я гордилась этим. Обычные девочки после обучения, после окончания школы выходят замуж. Сейчас я учусь в КГУ-СТА на бюджете. Поступила на программиста. В университете учиться очень классно. Вот такая история у меня получилась. Я знаю, что это не самая вершина. Впереди еще много высот и достижений. А значит, я должна очень много трудиться и вкладываться. Это не страшно, ведь я уже знаю, как правильно выбирать камни.